Ну, единственное, что я еще по выходным смотрел Киселева, как бы, да, то есть там, нет, нет, да, я вам сразу говорю, все, все выходные я сразу смотрел Киселева, не пропуская, потому что, ну, как бы, там развлечений в тюрьме мало, цирка нет, театра нет, тут все показывают, как бы, да, все это очень весело, как бы, да, то есть понятно, что верить ему хоть одному слову, это невозможно, кем быть, чтобы это верить, я не знаю, там, что угадать должно быть, а так, смотреть на него, конечно, весело, просто удовольствие, ну, такое извращенное немножко удовольствие, но других просто, ну, мало развлечений в тюрьме, поймите, как бы, да, поэтому Кисель, как бы, он молодец, как бы, в этом плане, да, то есть, потому что то, что сейчас происходит в Украине, наш, ну, конфликт с Россией, назовем так, как бы, да, он вам обман информационный, и проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его там поддерживает, то есть, это империя строится на лжи, а единственный способ борьбы с ложью, это говорить правду. Касаемо то, что Россия хочет мира, ну, сколько бы волк не рядился, вовечий шкур и зуб у него по-прежнему на месте, не переживайте, не верьте в это, я не верю. Потому что, ну, Путин Крым не отдаст. Ему проще отдать Кремль, чем отдать Крым. Касаемо Крыма, вернуться туда, ну, только на танках. Но пока не можем, да, у нас. Опять же, не нужно воспринимать мои слова буквально. Ну, значит, да, совершенно верно. Информировано, что в 2014 году, после Майдана, у меня были прям, ну, ощущения, просто я видел, как народ может изменить свою страну, попав в российскую тюрьму, понимая, что происходит в этой стране, и зная, я, мне казалось, что люди ну, не могут так жить, не захотят так жить, это невозможно. Но мне люди, которые уже живут в России давно, говорят, нет, здесь ничего не происходит, это болото. Но мне казалось, что нет. Я пробовал там пять лет. Да, к сожалению, это болото. Большинству просто все равно. Поэтому это болото. Я очень надеюсь, что у них что-то произойдет, и эта страна станет более цивилизованной, как бы, да. Потому что люди, которые хотят жить в России нормально, тоже есть. Просто их мало. За это время четыре хороших фильма. Так получилось, что в Ростове, находясь там в СБ-шной тюрьме, как бы, был телевизор, и ночью, как бы, там, хотя запрещалось, мне включил, как бы, канал ТНТ, да, и там у них такая была программа, неплохая, открытый показ, да, показывали хаосные фильмы, хорошие, в час ночи. Я буквально случайно включил, я с первого кадра помню, что племя Слабошпицкого. Буквально пару раз я случайно попадал, но все-таки раз были очень случайные вещи. На Левиафана Зягинского мне очень понравился. И фильм «Лето» Серебренникова, это буквально было в прошлом году. И почти сразу я видел фильм «Рай Кончеволска». Мне тоже понравилось. Вот четыре фильма я видел за пять лет. «Рай Кончеволска»